Более двухсот спортсменов из Сочи, городов Краснодарского, Ставропольского, края Ростовской области и Республики Абхазия. Такова география уже традиционного весеннего турнира по боевому самбо. Его проводят в память о двух погибших спортсменах, а позже тренерах восьмой спортшколы. На соревнования приехали сильнейшие самбисты юга страны. Сочи тоже выставил солидную команду. Кстати, в прошлом году наши борцы в составе сборной края стали призерами первенства России. Это была командная Россия. Сборная Краснодарского края заняла второе место. Проходили соревнования в Курске. На ковер вышли самбисты от 8 до 14 лет. Как говорят тренеры, подобные домашние турниры дают возможность начинающим спортсменам проходить непростую проверку с соревнованиями. Впрочем, сочинским спортсменам к соревнованиям не привыкать. На разного уровня турниры самбисты выезжают регулярно. У нас очень много выездных соревнований. Мы ездим по России, в Центральную Россию, на Урал ездим, по Краснодарскому краю много катаемся. У нас все турниры являются отборочными. Мы смотрим состав сборной команды города Сочи для дальнейших участия на краевых Южного федерального округа соревнований и на соревнования на первенство России. Сочинские тренеры надеются, большая часть медалей турнира останется здесь, в Сочи. Следующие крупные состязания по самбо, тоже традиционные, курорт примет в октябре. Это будет турнир памяти героя Советского Союза Мартироса Нагуляна. Его планируют провести в Олимпийском парке.